здравствуйте друзья приветствую вас морозным сибирским днем на канале farnax film сегодня мы вновь готовим на природе и вновь этот тандыр мы иногда приезжаем в гости к нашим друзьям и что-нибудь обнаруживаем обязательно из ассортимента компании farnax так получилось с этим тандыром его приобрели четыре года назад то есть три зимы он уже перед зимовал под открытым небом и мы посмотрим что с ним стало за это время и попробуем приготовить на нем очень вкусное блюдо амфора сармат большой это один из самых больших тандыров представленных в ассортименте компании farnax тандыр весит 130 килограммов он нереально большой и удобен тем что на нем можно готовить не только классические блюда типа шашлыка но и что-нибудь очень большое дело в том что горловина этого тандыра диаметром 34 сантиметра то есть здесь может поместиться что-то очень крупное и сегодня мы будем готовить бараньи ребра тандыру 4 года на нем готовили но не очень активно здесь установлен еще родной колосник конечно его корпус покрылся паутинками небольшие трещинки это ничего страшного выглядит тандыр достойно рабочий внешний вид и естественно все эти возрастные изменения никак не скажутся на вкусовых качествах блюд которые в нем готовят на улице около 20 градусов мороза у нас то есть возможность погреться мы сейчас пойдем в баню а вот тандыр мы откопали из-под снега он очень холодный и поэтому растапливать его нужно аккуратно но у нас уже есть опыт смотрите наши предыдущие видео буквально несколько щепочек разгоняемся по чуть-чуть но перед тем как приступить к маринованию обязательно нужно снять пленочку лучше конечно все делать в помещение но сегодня такой красивый день на улице так здорово хочется дышать свежим воздухом заниматься этими кулинарными делами на улице до готовность тандыра конечно можно определять по цвету стенок внутри если они побелели то соответственно тандыр уже почти готов но мы рекомендуем все равно минут 15-20 потопить его после того как внутренние стенки уже побелеют так мы уже гарантированно получим достаточно высокую температуру в течение продолжительного времени пленочку мы убрали теперь пришла пора мариновать для того чтобы замариновать мы делаем смесь из кетчупа горчички и естественно пряных трав которые как раз необходимы для того чтобы получить тот самый восточный вкус ароматные специи добавляем кетчуп горчицу все это размешиваем и равномерно обмазываем ребрышки можно добавить немножко маслица с внешней стороны ребрышек обязательно нужно сделать разрезы сейчас всю эту красоту нужно обильно помазать специями здесь составе есть абсолютно все острый перец чили есть зира чесночок в общем все необходимое для вкусного аромата тандыр внутри побелел угольки догорают пришло время помещать внутрь ребра мясо мариновалось полтора часа как раз за это время готов тандыр и сейчас будем использовать крюк который докупили отдельно для того чтобы использовать его для вот такого большого больших кусков мяса чтобы можно было запекать их внутри в тандыре помним что мы уже готовили на этом крюке курицу делал я еще веприво колено на таком крюке ну и сейчас вот впервые на ваших экранах будет ролик от компании фарнакс по приготовлению бараньих ребер напомню что фарнакс это не кулинарное шоу естественно все мы готовим по тем рецептам по которым привыкли готовить сами но у вас дорогие зрители наверняка найдутся вкусные блюда которые вы уже не первый раз готовите в тандыре напишите о них в комментариях расскажите зрителям канала фарнакс фильм вашим друзьям ну и приступаем постараемся расположить куски таким образом чтобы они не перекрывали доступ жара друг другу можно для этого использовать какой-нибудь овощ который готовится очень долго например разместить между между ними картошечку но у нас пока геометрия позволяет разместить эти куски вот так как есть и напомним то что в этом тандыре диаметр горловины 34 сантиметра можно использовать конечно подставки но спортивнее всего на наш взгляд использовать вот такой вот крюк и специальную перекладину на которой как раз этот крюк вешается ну сейчас мы перед тем как погрузить мясо в тандыр закроем доступ воздуха для того чтобы не было активного горения угольки внизу пусть остаются ну и посмотрим что у у нас получится сейчас мясо должно запечататься минуты через три откроем посмотрим как она поживает ну а затем закроем и будем ждать около 40 минут полной готовности все ждем солнце зашло у нас готов вкусный ужин бараньи ребрышки с овощами на лепешечках будет очень вкусно прошло уже 40 минут посмотрим как получились ребрышки вполне ожидаемо подкоптился наш маринад мы его можем немножко снять ножом а внутри будет вкусное запеченное мясо все пропеклось сок все очень вкусно выглядит чем мне нравится тандыр тем что в нем практически невозможно испортить блюдо все будет готова и рано или поздно баранина приготовилась первого раза прошло 40 минут все пропеклось все соком сочно готова и будем пробовать вкуснотища очень сочно корочка очень острая но мясо получилось ароматным и в меру острым приятного аппетита друзья мне тоже приятного аппетита для тех кто еще сомневается стоит ли ему покупать тандыр спешим развеять все ваши сомнения это действительно универсальное устройство на котором можно приготовить практически любое блюдо не только восточной кухни но самое 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 разное тандыра амфора можете найти в любом из магазинов компании фарнакс адреса есть на сайте фарнакс точка ру естественно можете выбрать для себя подходящий на сайте фарнакс точка ру заказать его и мы доставим его в любую точку россии но на сегодня я вынужден с вами попрощаться потому что очень хочется кушать до новых вкусных встреч друзья счастливо до новых встреч